Толик, нам тут не угрожает никакая опасность! Зачем нам прятаться? Леночка, мои опасения оправдались! Это очень опасная игра! Судя по всему, Влада А4 завербовали сюда, а паровозики так развлекаются! Это очень знаменитая игра кальмар! Что за странное название игры? Это не только странное название, это очень страшная игра! В ней очень сложно выжить! Вот тена! Так что ты хочешь сказать, А4 попал? О, Толик! А он побежал походу! Снова замер! А девочка начала поворачиваться в его сторону! Леночка, это очень популярная игра, созданная на базе корейского сериала! Во дела! Откуда у тебя такие познания, а? Да тихо ты! Что хочешь, чтобы мы не выжили или нас стянули в эту игру? Да ладно, ладно тебе, не шумлю я! Рассказывай, в чем смысл этой игры! А я пока немножко сюда присяду! Леночка, ты что, новости не смотришь? В интернете это сейчас тренд! Пик сезона! А Влад А4 походу согласился для того, чтобы повысить свой рейтинг! Он же хотел до конца года сделать на канале 40 миллионов! Так вот, у него не получается! Походу ему бабки нужны! А призовой фонд здесь прям миллиарды! Ничего себе! Вот это он дает! Ребят, любыми способами пытается свой рейтинг поднять! Ребята, кстати, а нам бы хоть миллиончик с Толиком на канале! Так же хочется! Мы для вас такие видосы классные пилим! Так стараемся! Но поддержите нас, пожалуйста, лайкосиком! И не забывайте про подписочку на канал! Нам будет очень-очень приятно! Да-да, ребята, Леночка права! А кто еще не подписан, тот какашка! Ну а ты, Леночка, давай загугли и посмотри, что это за игра, если не веришь мне! Кстати, точно, Толик! Может, ты меня разводишь? Может, никакого осьминога или кальмара, как ты там ее назвал, нету? Так, игра кальмар! Ничего себе! А оказывается, это действительно популярная игра! И тут написано, что реально сложно в ней выжить! Как только девочка поворачивается, все участники должны замереть! Толик, так что получается? Один Влад А4 выиграл, получается, и прошел в какой-то финальный тур? Леночка, это была всего лишь первая игра, а всего этих игр шесть! Так, Толик, он в большой опасности, нам надо его выручать! Никакие деньги не стоят популярности, главное ему сейчас выжить! Ну да, Леночка, ты права, как всегда, милосердная, готова жертвовать собой ради каких-то там блогеров! Ну, Толик, ну Влад А4, это же наш земляк, он же белорус, как мы его оставим в опасности? Да еще среди этой корейской непонятной игры! Ну хорошо, и какие есть предложения? Не знаю, Толик, надо подумать! Леночка, пока ты будешь думать, А4 вообще могут пристрелить! Ну и какие твои предложения? Ну раз А4 согласился на эту авантюру, то он по-любому пойдет до конца, нам надо каким-то способом его отсюда выкрасть! Ага, а эту девочку куда деть? Мы вон сейчас выйдем за ним, а она нас возьмет перестрелять! Я вон в интернете уже почитала, что это за игра и реально какая она, сколько она опасная! Да ничего, Леночка, я эту девочку возьму на себя! Не-не-не, Толик, ты мне гораздо дороже, чем вот этот вот А4, я за тебя больше переживаю! Да не переживай, Леночка! Короче, я просто буду бегать и по поездам стучать, и она будет реагировать на стук, и ты в этот момент сможешь выкрасть А4, а она не заметит! Толик, ну ты мозг, идейка за счет! Ребята, ну а если вы хотите увидеть, справимся мы с этой девочкой или не справимся, и сможем ли освободить из этой игры Влада А4, обязательно смотрите продолжение в следующей серии, а мы погнали готовиться! Погнали, Леночка, только будь осторожней! Хорошо! Опа! Ой, стрёмненько, конечно, выходить! Ну ладно, раз подрядились помочь, значит пойдем! Слышишь, Толик, ты-то будешь эту девочку отвлекать, мы поняли как? А как мне Влада А4 завербовать? Как мне его схватить? Он же не поверит, что мы добрые! О, Леночка, смотри, какое-то покрывало лежит! Короче, набрасываешь на него и волочешь, чтобы он даже ничего не заподозрил! Хорошо! Точно! Я возьму это покрывало, да, я-то его скручу, но ты быстренько, как только увидишь, что я его скрутила, сразу мигом ко мне! Хорошо, ты его вали, чтобы он не двигался! Хорошо, а мы его потом через забор перебросим! Окей, погнали! Давай! Вот это девочка! Так, главное не подставить Леночку, надо начинать! Походу меня не заметила, раз я еще не убит! Все, побежали дальше! Чувствую ее взгляд на себе! Главное не пошевелиться, я еще жить хочу! О, походу у Толика все получается! Где-то девочка реагирует на звук, а Толик ее отлично отвлекает! А мне надо быстрее бежать и как-то подкрасться незаметно к этому Владу А4! Вот, вижу я его! Сейчас быстренько подкрадемся сзади и набросим на него! И это покрывало! Кажись, тишина! Надо отводить ее взгляд к другой стороне! Блин, ты и тут меня запалила! О, согласившись спасать этого Влада А4, надо быть все время на чеку, а то еще не дай бог эта кукла выстрелит в меня, а этого допустить нельзя! Так, а вот и наш дорогой А4 Владик! Как раз стоит спиной сюда! Сейчас я быстренько, незаметно пробираюсь к нему и одеяло на него, хоп! И все! И он у меня прям в руках! И зову Толика на помощь, чтобы помог мне вытащить его отсюда! Нужно дальше! А вот и самое время! Так, ну думаю, Леночке, там все получается! Нужно наверх залезть и посмотреть, что там происходит! О, ну ничего себе, здесь видончик, ребята! Сколько же здесь этих поездов! Владик, пожалуйста, молчи, не сдавай! Иначе сейчас эта кукла повернется сюда и пристрелит и тебя, и меня! Мы не враги, мы друзья твои! Друзья не набрасывают мешок на голову! Давай, быстрее ложись на землю! Это надо, чтобы спасти тебя реально! А вон! Леночка, походу, уже скрутила этого Влада А4! Нужно быстрее бежать к ней на помощь! Отлично! Походу, мой план сработал! Все, погнал я! Так, в эту сторону будет быстрее! А нет, быстрее будет под поездом! Хоба! Тихо-тихо, Владик, мы тебе поможем! Блин, где же, где же этот Толик? Леночка, держи его, бегу на помощь! О, Толик, давай быстрее сюда, я со своим заданием справилась! Давай быстрее! Бегу, бегу, Леночка! О, ну ничего себе, ты с ним справилась! Толик, нам некогда размусоливаться! Давай, берем его и понесли быстрее к забору! Да не переживай, Леночка, у нас времени немного есть! Я куку реально хорошо вывел из себя! Она пошла в начало заброшки, так что пару минут у нас есть! Окей, Толик, молодец! Давай быстрее, понесли! Давай-давай-давай, Леночка! Ага! Давай, Толик, аккуратненько! Давай! Владик, сейчас будет больно! Раз, два, три! А! А! Ой, Толик, а он там хоть живой? Еще проверим! Как ты там? Ой, да вроде шевелится, все нормально, Леночка! Ладно, Леночка, пускай тут пока полежит, это уже за территорией этой страшной игры! А мы побежали быстрее, Лексус поищем! Да, Лексус точно надо найти! А как только найдем Лексус, сразу приедем за ним и его заберем отсюда! Все, погнали! Погнали! Толик, слава богу, мы выбрались из этого загадочного места! Ну да, Леночка, я туда больше не ногой! Ну нафиг эту игру кальмара! Так нам туда и не надо! Мы Владика вон перебросили через забор! Нам надо идти его спасать! Не, Леночка, так дело не пойдет! Мы сюда зачем пришли? За Лексусом! Ну да! А Влад твой в отключке! Так что к нему позже вернемся! Кстати, Толик! Что еще, Леночка? Если нам первоначально надо найти твоего Лексуса, я знаю, где он находится! Ну и где? Что ты молчишь? Да не молчу я, я просто комментарии почитала! Там ребята кто-то писал нам, что когда мы ходили по вот этому вот месту, за каким-то паровозиком кто-то увидел твой Лексус! Лексус! Леночка, ты что там фигню реально написали? Мы там все обошли! С ног на голову подняли! Его там точно нету! Ну да, Толик, где-то есть правда в твоих словах! Но знаешь, такая идея! Если здесь происходят такие странные вещи, значит Лексус твой где-то неподалеку! Мы должны пройти территорию вокруг вот этого места! Точно, Леночка, ты права! Пошли обойдем территорию, а потом вернемся за А4! Пошли! Пошли! Блин, Леночка, мы уже всю территорию обошли безрезультатно! Ничего, Толик, кто надеется, тот обязательно найдет! Толик! Зы! Это же моя машина! Погнали быстрее! Моя родимая! Леночка, может ну нафиг этого Влада? Давай быстрее садимся в машину! Смотри, открыто и сваливаем! Нет, Олик, ты не прав, подрядились спасать, должны спасти, но ничего страшного, нам уже больше ничего не угрожает! Машину-то мы нашли! Ну ладно, Леночка, я теперь на все готов, зато вон машина у меня при мне, я ее первый раз вижу! Какая она реально красивая! Ребята, кто так же считает, ставьте лайки! Не понял, Леночка, а это что еще такое? Что, царапина? Что ты там увидел? Какая-то карточка непонятная! Это что такое? Может быть это тебе просто записку написали? С обратной стороны номер телефона какой-то непонятный! Подожди, Толик, а по-моему эта карточка мне кое-что напоминает, очень страшное! Ребята, смотрите, что у Толика на машине! Кто знает, пишите в комментариях! Да какие комментарии, Леночка, если ты знаешь, давай говори быстрее, что это такое? Толик, это карточка с игры в кальмара, и я так предполагаю, что она просто-напросто преследует нас! Может быть просто выбросим эту карточку и уедем быстрее отсюда? Да все это фигня, Леночка, выкини эту бумагу, оставим здесь, на территории, давай, бацерю, машину, следица и валим отсюда! Толик, я готова уехать, только посмотри, здесь еще одна машина стоит! Я так предполагаю, что какие-то хозяева ее тоже ищут! Ты что, мать Тереза, всем собралась помогать? Мы свою еле нашли! Ты быстрее давай заводи свою машину, я побегу с фоткой! Ладно, давай! Так, добро надо делать! Так! Оп! Все, готово! Леночка, давай, давай быстрее! Все, сделала! Давай быстрее гони на какую-нибудь стоянку ближайшую! Толик, а чего ты здесь остановился? Леночка, ты что, забыла? Еще Влада надо забрать! А, точно! Я из-за этих переживаний и этих стрессов и этой дурацкой игры все перепутала уже! Леночка, у нас времени мало, стоянка хоть отдаленная, надо поторопиться, побежали быстрее! Бежали! Давай быстрее, Леночка, нам туда! Ага, подбежали! Леночка, я не понял, это это место! Что, Влада 4 опять пропал? Толик, я же говорила, нельзя его здесь одного оставлять! Вообще-то мы вдвоем приняли такое решение, его перебросить и оставить! Толик, может ты место перепутал, может дерево похожее? О, Леночка, я был прав, смотри, а вот и плед! Подожди, а здесь что такое? Опять эта карточка! Покажи, пожалуйста! А где Влад? Обратно, с этими же символами, круг, треугольник и квадрат! Толик, и по-моему, очень похожий номер телефона на тот, который был на первой нашей карточке! Ну да, три нуля в конце! Очень интересно получается, они очередной раз похитили Влада, втянули, скорее всего, в эту игру кальмар, а нам везде подбрасывают эти карточки! Ладно, Леночка, от тебя ничего не утаишь! Мне по секрету Влад сказал, что он снимается! И когда он очнулся, скорее всего, он свалил сниматься на свои съемки! А эти карточки, это заманивают нас! Ну их нафиг, выкидывай и поехали домой быстрее! Надеюсь, твои слова это правда! И с Владом А4 все в порядке! А эти карточки, ну где-то ты прав! Выкидывай! Лучше не связываться с ними! Поехали! Все, поехали! Леночка, мы наконец-то дома! А ты говорила, что из игры кальмара невозможно вымнаться! Толик, я просто надеюсь, что больше она нас не будет преследовать! Да не переживай, Леночка, все будет хорошо! Надеюсь! О, кстати, давно у нас дома не было! Сейчас почту проверю, посмотрю! Может, там мне песенство какое пришло! О, Толик! Что там еще, Леночка? Чуть ты встала, как жабу проглотила! Толик, кажется, эта игра нас не отпустила! И преследует! И даже дома! Леночка, что ты говоришь какими-то загадками? Что там? Толик! Тут очередная карточка! И номер телефона! Ладно, Леночка, все это бред! Дай сюда! Все, закрывай и поехали быстрее! А откуда они знают наш домашний адрес? Да не забивай голову! Это просто совпадение! Поехали! И как раз приехал! Ой, Толик! Надеюсь, ты правый! Это просто-напросто совпадение! Все, забудь, Леночка! Это как страшный сон! Идем домой отдыхать! Толик! На, держи, Леночка! Давай! Слышь! А где тут закралась голову одна идейка? Толик, ты меня, конечно, извини! Но последняя твоя идейка чуть не стоила нам жизни! Так что я не хочу слышать ни про какие другие идеи! Не, наверное, все-таки, Леночка, я тебе озвучу свою идею! Потому что она очень заманчивая! Толик, ты, конечно, можешь свою идею озвучить слух! Но мне абсолютно все равно, что ты думаешь и какие там у тебя мысли! Леночка, а ты знаешь, какой призовой фонд в игру в кальмарах? Ну и какой же? Один миллион долларов! Пока мы ехали, я вычитал информацию! И что дальше? Леночка, ну ты что? Ты ж мечтаешь о своем доме просторном! Чтоб у нас детишки там бегали! Кстати, ребята, а если вы хотите, чтобы у нас появились детишки, пишите в комментариях! Мы обязательно учтем ваше мнение! Толик, ты что такое говоришь? У ребят спрашиваешь! Ну ты смешной, конечно! Вообще, забудь слово «игра в кальмарах»! Она очень опасная! И если ты хочешь свой дом и детишек, нам ни в коем случае нельзя в нее играть! Леночка, ничего тут страшного нету! Просто все люди, кто соглашаются играть в кальмар, они не натренированные! А мы с тобой можем потренироваться и согласиться дальше продолжить! Толик, это просто безумная идея! Каким образом ты собрался тренироваться? А если ты сейчас натренируешься, а потом что-то пойдет не так, и ты проиграешь, и тогда все! Да как до твоей головы не дойдет, что люди, которые проигрывают, их просто уничтожают! Ухажают, просто берут и убивают! И их ликвидируют навсегда! Ну все понятно, Леночка! Значит, нам нужно не хорошо потренироваться, а конкретно потренироваться, выиграть призовой фонд и сделать всех! Все, Толик, стоп! Заканчиваем эти безумные разговоры и твои безумные идеи! Я даже слушать об этом не хочу! Мне голова уже просто раскалывается от этих твоих идей! Я лучше вон телевизор посмотрю! Хорошо, смотри свой телевизор, а я пойду и начну готовиться, приготовить карамельные соты! И я сто процентов выиграю в эту игру! Иди, иди! Только смотри, кухню не спали! Но если вдруг вкусные сахарные конфетки, ну эти соты твои получатся! Зови на дегустацию! Вот это Линочка, ребята! Не верит в мою победу! Но если подумать и потренироваться, то очень легко победить! А если вы хотите увидеть, какими способами я буду готовить карамельные соты, обязательно смотрите следующие серии! Это будут улетные и самые необычные способы! Ну а я пошел готовиться! Всем пока! Когда вы услышите слова «зеленый свет», можете двигаться вперед! При словах «красный свет» замрите! Если будет замечено движение, вы выбываете! Да что это такое? Я не понимаю! По телевизору, по каждой программе, что ли, идет эта игра в кальмара! Этот сериал просто уже в печенках сидит! Ладно, надо в интернете что-нибудь посмотреть и почитать! Почему он такой популярный стал? Ничего интересного нету! Так, что-то мне не дает спокойствия этот номер телефона! Может все-таки ребята позвонить и пойти в игру? Мне в любой же игре предлагают такой бешеный приз! Не тысячи долларов, а миллионы! Неспроста же нам везде подбрасывали эти бумажки! Ну походу это опасно очень! Пока не буду рисковать! Ну пусть бумажка в кармане полежит! Ужас какой-то! Я даже не хочу это смотреть! Всех стреляют, всех убивают! И это реально происходит! И миллиардные просмотры у этих видосов! Блин, лучше бы что-нибудь нормальное снимали! Что-нибудь интересное, приколы какие-нибудь! А то стрелялки! Ладно, переключу на другой канал! Лучше что-нибудь другое посмотрю! Срочное включение! Мы хотим вам донести важную информацию! О! А это уже походу не просто сериал в кальмарах! Это походу уже какая-то информация важная! Ну-ка послушаем! Так, звонить или не звонить? Звонить или не звонить? О! Я придумал! Если я должен сыграть в эту игру, то пускай судьба даст мне какой-нибудь знак! Мы приглашаем вас принять участие в игре в кальмарах! Это может быть ваш единственный шанс изменить свою жизнь навсегда! Вы больше не будете нуждаться в деньгах! Ваши следующие поколения будут обеспечены на роскошную беззаботную жизнь! Вам больше не придется работать! Так, не понял! Что там такое говорят? Ничего себе! Ребята, меня приглашают в игру! Так это и есть мой знак! Так значит, судьба услышала меня и прям голосом заговорила со мной! Так, все! Нужно доставать телефон и звонить по этому номеру! Какой еще последний шанс? Чушь какую-то говорят! Вообще, выключу этот телевизор! Только людям мозг пудрят! Неужели что-то путное показать? А они шанс последний! Ага, всех хотят просто поубивать и все! Я уверена, что главный приз не достанется никому! Эта игра вообще была на основе того сделанного, что кто-то хочет поиграться с жизнью людей! Никому нельзя верить! Ладно, лучше просто отдохну! Вас приветствуют организаторы игры в кальмара! Здравствуйте, здравствуйте! А как мне зарегистрироваться? Так, после вашего звонка вы только и должны что делать? Выполнять все условия, проходить раунды и молчать! Так а что, что надо? Своим звонком вы подтверждаете участие! Выбать из игры самостоятельно вы больше не можете! Ээээ! Стопай, чувак! Я не хочу играть! Я только позвонил поинтересоваться! Ваша задача молчать! Теперь ждите первый раунд! И в первом задании вам скажут, что делать! Опа! Попал, ребята! Вы стали участником под номером 265! Желаем вам удачи! Подожди, подожди! А куда делись 264 участника? Черт! Повесили трубку! Походу, они не хотят со мной разговаривать! Сказали же молчать! И ничего не говорят! Как-то стрёмно мне, ребята! Так, и что мне делать? Ну, красный свет, зелёный! Это как два пальца! Там дальше идут сахарные соты! Канат перетягивает! Канат это тоже фигня! Стёкла это тоже мне как раз плюнуть пройти! Я в этом разбираюсь! Блин, а сахарные соты! На ней они очень сложные! И на них можно спалиться! Надо как-то потренироваться! О, у меня есть идея! Пойду-ка я Леночке предложу просто потренироваться! И я точно тогда со всем справлюсь! Всё помчал! Леночка, чем занимаешься? Ты меня напугал! Слышишь, тут мало по телевизору всяких страшилок насмотришься! Да ещё и ты пугаешь! Отдохнуть решила! Слышишь, да мы в безопасности! Пошли лучше с тобой потренируемся сахарные соты делать! Какие ещё сахарные соты? Опять не за свою дурацкую игру в кальмара! Да мы просто потренируемся! Мне одному скучно! Ну пошли, поможешь мне! Толик, если мы не собираемся играть в эту дурацкую игру, нам нечего тренироваться с тобой! Ой, Леночка, это же простые сахарные карамельки! Устроим между собой соревнования и посмотрим, кто из нас справится лучше и кто выиграет! Ладно так и быть, если не учитывать, что это всё из этого дурацкого сериала, этого рейтингового! И я до сих пор не понимаю, почему все его смотрят и все от него так балдеют! Так, просто делаем сахарные карамельки! Да, идём? Идём! Пошли! Фу, чуть не попалился! Что ты там причитаешь? Ничего, ничего, Леночка! Толик, ты так быстренько побежал на кухню, как будто бы ты знаешь, как готовить эти сахарные соты! Леночка, я так знаю один офигенный способ, а вот ты знаешь какой-нибудь? Конечно, знаю! Мы когда-то давным-давным-давно, когда ещё бабушка моя была жива, мы готовили эти сахарные сладости! Раньше конфет-то не сильно было много в магазинах, и вот бабушка нам из этого сахара готовила такие всякие леденцы! И каким же способом? Давай говори конкретнее! Так, надо сначала взять сахар и чуть-чуть воды, и разогреть это всё в сотейнике, довести до такой вот однородной массы, и дождаться, пока появится такой вот карамельный красивенький цвет! Ага, всё понятно! Значит, будем готовить не одинаково, потому что у меня другой способ! И какой же? У меня всё легко и просто! Берём кружку, две ложки сахара, две ложки воды, на 4 минуты в микроволновку, чуть-чуть туда соду, и быстро выкладываем, и делаем соты! Видишь, как быстро! Ну, сейчас посмотрим, чей способ лучше! Ребята, а вы тоже смотрите обязательно, и обязательно... Пишите в комментариях, чей способ получится лучше! Ну, а мы приступаем! Погнали! Тренируйтесь, тренируйтесь! Это вам пригодится в реальной игре кальмара! Так, как я и говорил, две ложечки сахара, раз, ну и два. Так, всё, а теперь чисто две ложки воды, раз, два. А теперь это всё перемешиваем. Мы тоже добавляем две ложки сахара. Ребята, как бы вы не делали эти сахарные соты, пропорции одинаковые. На две ложки сахара две ложки воды. Так, у Толика возьму две ложки воды, он себе приготовил, я думаю, он не против со мной поделиться. Так, раз, два. И дальше мы включаем наш огонёк. Так, ну, огонь надо сделать маленький, для того, чтобы оно всё постепенно таяло. Ой, Веночка, я смотрю, у тебя там реально столько заборочек. У меня вон, уже всё слегка перемешал. Всё, а теперь ставим на четыре минуты в микроволновку. Минута, две, три, четыре. Поехали! Так, у меня уже время подходит. Сейчас будем смотреть, что же получилось. Пять, четыре, три, два, один. Оп! Всё, достаём. Кружка должна быть горячая. Смотрите, ребята, свет как надо. Быстрее добавляем сюда соды и быстро вот это вот размешиваем. Вроде, вроде получается как надо. Так, ну, всё, выкладываю. Так, первое. И вот так надо. Так, второе. Что-то получается. Достаточно мне две. Так, всё. Так, это быстрее. Сюда. Оно сейчас застынет. Ну, теперь главное, теперь главное, сделать нужно кружочек. Надо подождать секунд 30, ребята, потому что сейчас она горячая, чтобы чуть-чуть застыло и след получился сделать. Так, ну, думаю, можно пробовать. О, чуть-чуть есть след. Но, нужно ещё подождать. Сделаю я два кружочка, а Леночка пускай делает квадратики. Пробуем. О, так. Толик, ничего себе ты там стараешься. Выдуваешь что-то. Ну, по-моему, у тебя и так отлично получилось. И цвет, что надо, и кружочки очень ровные, красивые. Ха, не завидуй, Леночка. О, уже вроде застыло. Сейчас посмотрим, что у тебя получится. А у меня реально с первого раза как нужно получилось. Так, добавляем щепоточку буквально соды. Размешиваем. И рядом с толиком сотами пытаемся сделать свои. Так, ну, мой цвет чуточку светлее получил. А нет, смотрите, он становится таким же, как и у Толика. Так, ну что, добавим ещё чуть-чуть сюда. Одна будет чуть-чуть толще. Итак, самое важное. Так, судя по всему, это, наверное, у меня не получилось. Одна точно нет. Так, это я знаю, почему произошло. Толик меня сглазил. Я думаю, что я просто-напросто... Так. Оп. Ребята, у меня, по-моему, получилась какая-то воздушная... Воздушная карамелька, а не такая, как надо у Толика. Посмотрите. Знаете, в чём моя основная беда? В том, что я плохо размешала соду. И это в итоге получилась неправильная карамелька. Вот так. Так что Толика способ гораздо лучше и эффективнее. У него реально с первого раза получилось. О, да, Леночка. У тебя получилась такая карамелька, которую чисто погрызть можно. Думаю, тебе нужно ещё потренироваться. Ребята, ну смотрите, она реально застыла. И она реально стала твёрдой. Вот твоя одна, вот мои две. Мои точно для игры кальмара. Ну, а свои для домашних тренировок. Подождите, подождите. Но мы же с Толиком не договаривались играть в кальмар. Мы просто договорились сделать сахарные карамельки. Да, Леночка? Ну, ничего страшного, Леночка. Раз у тебя ни одной не получилось, зато у меня две получилось. А давай теперь возьмём по иголке и попробуем их поковырять. Сделать кружочки ровные, как в игре прям самой. Ох, не хотела, Толик, я поддерживать тебя с этой игрой. Ну, ладно, так и быть, раз у тебя получилась карамелька, давай попробуем. Кто быстрее сейчас вот этот вот круг извлечёт из этой твоей карамельки. Всё, Леночка, иди в зале, подготавливай место, а я отсоединяю наши карамели и несу. Давай, я за иголками. Так, я взяла одну иголку, а вторую такую штучку для того, чтобы нитки распаривать. Я даже Толику предоставлю выбор. Чем хочет, тем пускай и ковыряет наши сахарные соты. Леночка, ну всё, вот готово, твой кружочек, мой кружочек. Толик, тебе чем больше нравится, вот такой острой штучкой или такой? Да давай мне любую, я ещё себе и буду языком помогать. Я там способ такой видел один. Подожди, но это же надо на время сейчас делать. Да, у нас есть 5 минут. Ладно, главное, чтобы она не раскололась, я так понимаю. Сейчас посмотрим. Блин, оказывается, это не так легко, но такой кусок за раз отковырял. Но круг, ребята, должен быть ровный. То есть вот здесь у меня уже вызывает опасность вот это место. У меня какая-то подстава, как всегда. По-моему, у меня эта сахарная сота попалась более толстая, чем у Толика. Так, ну я не должна проиграть. Так. Ну, инструмент, которым я работаю, он, наверное, лучше, чем просто иголочка. О, ребята, смотрите, по-моему, что-то расковыривается. Фу, аж потею так стараюсь. Ну, вроде получился. Вот, круг уже образовывается. Сейчас подлижем. Толик, по-моему, у меня отлично получается. О, смотри, какой большой кусок отломался. Ребята, у меня остался маленький-маленький кусочек. У меня тоже, вон, круг с аппендиксом. Леночка, время на исходе. Почти наравне. Так, надо... Блин, этот опасный такой кусок у меня. А если я его откушу? Ребят, смотрите, я справилась. Я тоже. Класс. Ну, я это сделала первое, вот, посмотрите. Одинаково. У меня получился ровненький кружочек. У кого ровнее, ребята, оцените? Пишите в комментариях. Мы обязательно прочтем и пролайкиваем. Я за себя. За меня голосуйте. Так. Ну, Леночка, а ты не хотела участвовать? В итоге-то мы справились и с приготовлением, и с извлечением фигурки. Стоп. Но это очень опасная игра. Просто вне игры. Я готова это делать. Но в настоящую игру я играю. Что-то у меня, походу, там телефон звонит. Ладно, потом поговорим. Придумал тоже. Не захотела играть. Это мы справились с этим заданием. Очень сложным, кстати. Просто потому, что не сильно переживали. Что если вдруг сломается этот кружочек, нас могут навсегда ликвидировать. Вот, Толик, тоже мне. Так. Номер. Тот, который я звонил. Алло. Итак. Молчите и делайте то, что мы говорим. Вы в игре. За вами приехали. Выходите. Мы вас ждем у подъезда. Блин. Так. Ну, думаю, ребята, не стоит волноваться. У меня все получилось. А со всем остальным я справлюсь. Соты я прошел. Все. Погнали. А вы, Леночке, не пишите в комментариях. Сейчас как-нибудь смоюсь. Все, ребята. До встречи. Надеюсь, я стану богатый. Я не поняла. А куда этот Толик так резко смылся? После какого-то телефонного звонка. Интересно, что за срочность? Ребята, неужели это то, о чем я думаю? Нет, 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 нет. Все. Прогоняю плохие мысли. Никакой игры в кальмара. И мы же эти все бумажки повыбрасывали. У него не может быть этого номера телефона. Он не мог зарегистрироваться. Если вы хоть кто-то что-то знает, обязательно напишите мне. Может, ему уже помощь нужна? Я буду ждать ваших комментариев. Черт. Ой, как башка раскалывается. Не понял. А где это я? Вокруг один лес. И никого не слышно. Так. Надо срочно Леночке позвонить. А где мой телефон? Не понял. Это что, ребята? Получается, меня кто-то вывез в лес. Обокрал. И вырубил. О, а это что такое еще? 265. Что за номер? Что за фигня здесь происходит? И что мне делать? О, так это же мой телефон. Надо посмотреть быстрее. Последние контакты. Может, что-то удастся вспомнить. Странно. Никаких имен. Одни номера телефонов. А что случилось с моей записной книжкой? Фигня полная. Кто-то влез в ее и пытается за мной проследить. Ладно. Надо, наверное, выбираться отсюда. Не понял. А это что за бумажка такая странная? Что она обозначает? Кажется, я начинаю припоминать. Это же игра в кальмара. А это что получается? Номер, под которым меня зарегистрировали? Так что это получается? Мы с Леночкой пробовали играть, а я один оказался в реальной игре. Ребята, только я реально не могу понять, в каком я туре. Прошел ли я игру? Ладно. Пофигу, в каком я туре. Надо мне отсюда выбираться. Пойду в ту сторону. Я себе места не нахожу. Уже несколько часов Толика нету дома. Куда же он мог пойти? И телефон у него не отвечает. Ну, хоть бы, хоть бы и на мой один звоночек ответил. Сейчас еще раз ему наберу. Но уже... Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. У него вообще телефон стал недоступен. Блин, куда же он очередной раз ввязался-то? Ребята, может, кто-то из вас что-то знает? Может, видел, куда Толик побежал? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, очень вас прошу. Я переживаю очень сильно за него. Может, ему вообще помощь нужна? Может, ему куда-то выдвигаться? Ну, если бы я хоть знала, куда, в каком направлении он пошел. Дерево какое-то непонятное. Так, ну, получается... Ну, давайте рассуждать логически. Раз я жив, значит, я, наверное, прошел все туры игру в кальмара. Только где выигрыш? И я не вижу убитых 264 человека. Здесь ни души. Вообще никого. Ничего не понимаю. А, точно! А что я морожу? Дай-ка я Леночке быстрее наберу. Так. Оп. Абонент, временно недоступен. Перезвоните позже. Абонент. Что за фигня? Леночка недоступна. А нет, стопэ. Это не Леночка недоступна. Здесь просто, ребята, нету связи. Интернет вообще не ловит. Так, нужно мне выдвигаться, искать где-то дорогу, чтобы связь поймать. Мы с Толиком делали эти сахарные соты. Эти сахарные соты из игры в кальмара. Но я категорически была против этой игры. Нет, он не мог в нее играть. Ну, кто же ему тогда позвонил? Ему зазвонил телефон, и он просто выбежал, как ошпаренный. Блин. Неужели он согласился? Только не могу понять, где он мог взять номер телефона. Либо те организаторы откуда знают его номер телефона, если мы все выбросили. Столько вопросов, и ни одного ответа нету. Ну да, озеро какое-то. От него мне не легче. А это что еще такое? Опять обозначение. Только с какими-то новыми символами. Этот знак обозначает сеть. О, ребята! В этом месте связь ловит. Так, все, быстрее набираю Леночки. Блин, нету соединения. Ладно, попробую ей смс-ку по интернету отправить. Ну все, смс-ка вроде бы доставлена. Леночка у нас же тютя-матютя с первого раза не смотрит сразу свой телефон. Не будем терять времени. Надо отсюда как-то выбираться. Пойду дальше искать дорогу. Рано или поздно я все равно выход найду. О, не понял. А это что еще за подозрительный чемодан такой? Может его лучше не трогать? Может там какая-то бомба? Сейчас как рванет. Ну вроде не тикает. Блин, мне просто любопытно, ребята. А вам любопытно, что там внутри? Пишите в комментариях. Ладно, а я постараюсь. Тихонечко. Его берем. Что-то есть внутри. Блин. Сейчас посмотрим, что там. Так. Ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Это что? Целый чемодан бабла? Откуда оно здесь? Блин. Никого рядом нету. Ааа. Я знаю, ребята. Так если я жив, это мой приз. За то, что я победил в игру в кальмара. Ну как так получается? Они что, убили 264 человека? И почему я ничего не помню? Я помню только, что мы тренировались с Леной. Ну первый раунд еще помню. А как прошел все остальные? Они что, зомбировали меня и стерли всю память? Да пофиг на ту память. Пускай стирают, что хотят. Главное, что главный приз у меня в руках. И я его теперь никому не отдам. Нужно все-таки отсюда как-то выбираться. Быстрее к Леночке. Это что? О! Сообщение от Толика. И не пишет ничего конкретного. Просит определить его координаты. И сбросить карту, как добраться домой. Это что получается? Он куда-то влез и теперь просит моей помощи. Ладно, так и быть. Включаем GPS-навигатор. Так. Скриншот. И отправить. Сейчас выясним. Придет он только мне домой. Где он был? И что делал? Все, карта отправлена. Вот это Толик. Вечно куда-то влезет. Не может жить нормальной жизнью. Без проблем. Ну я и запутал тут по какому-то лесу. Так. О! Что это там? СМС-ка? Сейчас посмотрим. От кого? О! От Леночки. Ничего себе. Она мне карту сбросила. Так. Походу я сбился с маршрута. Озеро было там. Мне надо в том направлении отклоняться. Там должна где-то быть дорога. Молодец, Леночка. Все. Думаю, я справлюсь с этим заданием. И донесу приз до дома. Все, погнал быстрее. Хух. Вот и остановка автобусная. Блин. Пока бежал, пару машин ехало. Никто не захотел останавливаться. Как-то здесь стремно. Но думаю, ребята, если я буду стоять на остановке, может кто-то и остановится. А если нет, автобуса дождусь и доеду быстрее. Так, а вот очередная машина едет. А ну-ка сейчас ее остановим. О! О! Браток остановился! Супер! Все, побежал! Че-то долго Толика нету. Три с половиной часа прошло после того, как я ему сбросила смс. Это Толик. Уже можно было давным-давно добраться. Попутку какую-нибудь словил, что ли. Вообще забрел в какой-то лес непонятный. Ладно, в тупзик пойду схожу. Ху! Ну наконец-то добрался. Так, надо быстрее дверь закрывать. А то может за мной какой-то агент гонится. Ху! А че такая тишина? Где Леночка? Ааа, может в магаз куда пошла? Ну ладно, подожду ее. Надо раздеваться. О! Ой! Пошли, пошли быстрее в зал. Сейчас я тебе все расскажу, только тихо, чтобы никто не услышал. Загадками какими ты говоришь, пошли. Толик, объясни, где ты пропадал? Тебя столько времени не было. Вообще, что это такое? Тише говори. Я сам толком не знаю. Да не помню такое ощущение, что мне память стерли. Но здесь кое-что есть. Посмотри. О! Тихо, Леночка, ты что, не догадываешься? Походу я прошел все раунды игры в кальмара. А это мой номер был 265. Ты че? Реально зарегистрировался там? Ты хоть соображаешь, что ты натворил? Да че ты паникуешь? Я вообще случайно зарегистрировался. Да че сейчас переживать? Лучше посмотри, сколько бабосиков. Теперь мы можем себе много чего позволить. Толик, ну тебя же могли убить. Ты представляешь, если ты стал победителем, то 264 человека минимум убили. Но я их нигде не видел. И реально я даже не помню, как я прошел все эти раунды. Но, Леночка, нужно быть тихой и осторожной. Они же знают, где мы живем. У них есть адреса и номера телефонов. Ё-моё, Толик, ну ты прав. Ты рисковал своей жизнью? Ты выиграл эти деньги? Но они все знают. И что же нам делать теперь? Да надо валить куда-нибудь и прятать эти деньги, Леночка. Толик, ты какой-то ненормальный. Для меня важнее ты. Ты это понимаешь, чтобы ты был жив и здоров. А эти деньги, это все ерунда. Так и что нам с ними делать? Ну, раз уж ты выиграл их, не знаю. Давай куда-нибудь на благотворительность отдадим. Точно, идея. Давай в детский дом. Дети там нуждаются в деньгах. Им накупят много всего. И сладости, и телевизор. И у них прям кабинет компьютерный сделают. А мы будем только радоваться за них. Ребята, кто тоже считает, что эта идея крутая? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы погнали быстрее в детский дом благотворительностью заниматься. Всем пока, ребята.